Здравствуйте, это Культ Просвет, и я Григорий Заславский. Громкие киноновинки, масштабные театральные премьеры, самые интересные фестивали и выставки. Всё это я уже посмотрел, и теперь помогу вам определиться с выбором. Ну а теперь про более серьёзное кино. Поклонники творчества Александра Миндадзе на этой неделе оценили его новую работу. В столичном кинотеатре «Пионер» состоялась премьера фильма «Милый Ханс. Дорогой Пётр». Скоро он выходит в прокат. Действие картины разворачивается в Советском Союзе перед самой войной. История начинается с того, как на завод по производству оптики приезжают немецкие инженеры. Мы варим оптическое стекло с новыми примесями. Мы увеличиваем многократно силу линзы. Добро пожаловать, немец. Авторское кино Александра Миндадзе поддержку у зрителей, пусть и не самого массового, находит всегда. А вот чиновники, они не сразу оценили творческий замысел режиссёра. В 2013 году сотрудники фонда кино, прочитав заявку, отказали фильму в поддержке. Сценарий не устроил их по идеологическим причинам. Ну а кто-то тогда даже предположил, что ветеранам лента может не понравиться. И режиссёр Александр Миндадзе, он же сценарист, тогда объяснял, что собирается снимать вовсе не военное кино, хотя и основанное на исторически достоверных событиях. В итоге ленту частично финансировали иностранные. Компании, немцы и англичане. Милый Ханс, дорогой Пётр, это невыдуманная история о любви и дружбе, а на сложных взаимоотношениях людей разных культур. Ошибка одного приводит к трагическим последствиям в судьбах многих людей. Идея родилась из ничего, и когда уже потом эта идея воплощена, уже трудно найти истоки. Она произошла. Я где-то читал по поводу человека, который в начале Отечественной войны въезжал в СССР солдатом и вспоминал, как он был совсем недавно здесь на манёврах. Кстати, премьера фильма состоялась летом на московском кинофестивале, но призов тогда он не получил. Зато милого Ханса уже отмечал.